День работников следственных органов МВД России 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 атаки на высокого специалиста, чтобы в его помощи оказать. И начинаем проводить осмотр места происшествия. Все-таки это самый емкий момент времени, потому что обстановка может измениться. Много погодных факторов, опять же, может быть, что-то машины приходится передвинуть, чтобы помочь людям, которые пострадали, в результате ДТП. Ну, в общем, тяжелый процесс, моральный иногда бывает для следователя. Не каждый сможет это сделать, потому что все-таки, когда приезжаешь на ДТП с летальным исходом, немножко всем тяжеловато морально и так далее. Независимо от того, что мы носим погоны, мы все такие же люди, и сострадание у нас, естественно, у каждого есть, и очень тяжело это все переносить. Но все равно на момент, когда выезжаешь на место происшествия, надо немножко отключать чувства, а дело выполняет свой долг. И проводить это все так, как оно есть, фиксировать работу и так далее. Проведя осмотр места происшествия, в дальнейшем происходит, соответственно, как бы опрос уже на бумаге при помощи ручки и так далее. То есть вопрос всех очевидцев, участников происшествия для установления все-таки, как это все происходит и так далее. Непосредственно этим всем занимается следователь, потому что ему в дальнейшем это дело расследовать, или материалом заниматься проверки для установления истины. В принципе, наш выезд ограничивается длительным периодом времени, и необходимо все замерить, потому что в эту обстановку, которая была на момент ДТП, больше восстановить, в принципе, когда-то, маловероятно, что когда-то получится. Хотя это зачастую бывает необходимо в дальнейшем при расследовании уголовного дела. А можете вспомнить и рассказать о каких-то интересных случаях? В настоящий момент на той неделе, в конце марта, следователем нашего подразделения направлено в уголовное дело по обвинению водителя автомобиля, который совершил столкновение с другим автомобилем на территории Шадского района Рязанской области, в результате которого погибла пассажир, женщина, которая находилась на заднем сидении автомобиля. Как бы уголовное дело представляло собой определенные сложности, в определенные моменты по доказыванию уголовного дела, но с помощью видеозаписи, которые в настоящее время у нас имеются. Многие транспортные средства оснащены либо видеорегистраторами, либо наши все перекрестки по улицам города оснащены какими-то видеокамерами и иными объектами, которые смогут записать, либо как-то еще воспроизвести, сохранить обстановку, которая была на момент происшествия. И, соответственно, у многих эти видеокамеры направлены на проезжую часть, где может произойти какое-то дорожно-транспортное происшествие. В данном случае получилось так, что имело место ДТП, вблизи фасадов магазина, в нескольких магазинах, на этих магазинах установлена была камера видеонаблюдения. С помощью своевременного изъятия указанных видеозаписей, в дальнейшем они были экспертным путем исследованы на предмет скорости движения транспортного средства, в принципе, технической возможности у водителя избежать столкновения с другим транспортным средством и, наоборот, соответственно, наличие или отсутствие усыновления. В итоге, в том числе экспертным путем, было установлено, что в действиях определенного водителя имеется нарушение права дорожного движения, повлекший по неосторожности смерть человека. В связи с чем в настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Были какие-то неординарные дела? Ну, таких, наверное, много. Хотелось бы отметить, что каждое уголовное дело по факту ДТП, оно индивидуально. Будь то наезд на пешехода, на пешеходном переходе, где-то какие-то существуют особенности при любом возможном варианте. Был случай, что в ходе следствия девушка находила в автомобиле виновника, будем так говорить, который выехал на встречную полосу, совершил с такими со встречным автомобилем, находил с девушкой молодой парень. Девушка молодая, 18 лет только исполнилась, не было вводительского удостоверения, она утверждала на период следствия, что является пассажиром. Собственник машины, который также находился в машине, в дальнейшем скончался в больнице, опросить его не предоставилось возможно. Девушка на период всего следствия, сторона защиты, скажем так, говорила свою версию, что я находился, я был пассажиром, соответственно, каких-либо сведений о том, что ей не доверять на период начала расследования в главном деле не было. В дальнейшем, в ходе проведения определенных экспертиз, медицинских в том числе, криминалистических, автотехнических, было установлено, что и по крови, которая обнаружена была на подушке безопасности, но она, в принципе, кровь была обнаружена по всей машине, потому что девушка тоже получила значительно интересные повреждения, было установлено, что все-таки за рулем находилась она, могла находиться она, а который мужчина скончался, он только на пассажирском сидении мог находиться. В итоге вот на этих таких нестандартных, причем в дальнейшем девушку это обнаружили посторонние лица на заднем сидении, в принципе, что версию ее могло подтверждать, действительно, оснований ей не доверять не было. И вот, однако, согласно этих экспертиз, было проведено две экспертизы, которые подтвердили выводы с разных сторон, подтверждено было, что все-таки она была за рулем, в дальнейшем дело было направлено в суд, девушка осуждена к реальному наказанию, отбыванию наказания свободы, решения свободы, и восстановлены права потерпевших, реализованы, дело рассмотрено и привлечено к ответственности уголовной девушке. Такой, может быть, необычный вопрос. ДТП происходит как утром, так и ночью. У вас как-то нормированы рабочие идеи? Скажем так, у всех следователей, которые работают, на рабочий день ненормированы, потому что приходится все-таки и в рабочее время, рабочее время установлено, с 9 до 6, безусловно, но не приходится с ним считаться, и выполняются задачи свои определенные, и задачи, поставленные уголовным процессуальным кодексом, уголовным кодексом, соответственно, выполнять их и в нерабочее время, и людей также опрашивать, учитывая, что мы сталкиваемся с людьми, которые также социально заняты, в принципе, такие же обычные люди, как мы с вами, безусловно. И после работы людей опрашивают, чтобы не дергать их с работы. то некоторые с детьми, им неудобно в какое-то время. Естественно, момент опроса, допроса данных граждан является в любое удобное для них время, потому что, естественно, охота полностью получить от них какую-то информацию, которую они обладают, безусловно. Допустим, следователи удобно в 2 часа, а гражданам удобно в 6. Естественно, следователи, не считая своим временем, в 6 начинают опрашивать, заканчивая глубокой ночью бывает, безусловно, без этого никуда. А если происходят ДТП, они происходят в любое время, мы с вами не знаем, когда оно произойдет, приходится на него, безусловно, реагировать, выезжать. В этом плане, конечно, следовательно, немножко тяжеловато, что-то говорится, что скрывать. А почему тогда выбрать вот такую профессию? Ну, выбор такой впал, в принципе, совместно. Скажем так, у меня родной брат тоже был следователем в свое время, занимался расследованием главных дел, стал тоже начальником отдела. Наверное, все-таки послужил примером, он у меня старший брат, на 12 лет старше. Все-таки, я думаю, основной пример был этот. И плюс отец был военным, немножко сыграло свою роль тоже, безусловно. Но ни на секунду не жалею, опыт, переплетенный при расследовании главных дел, это самый богатый опыт, наверное, который поможет и по жизни, в принципе, и для каких-то определенных семейных ценностей в том числе. И, в принципе, я думаю, в дальнейшем опыт, который нельзя нигде больше получить, кроме как следователю. Сколько лет вы работаете в ведомстве? Я работаю в ведомстве с 2012 года, получается, 7 лет, вот в этом году будет 7 лет, с 2012 года. А как начинали, в этом же отделе или в другом? Нет, я как молодой специалист, естественно, жаждущий работать в следствии, учитывая, что в городе Рязань не было свободных мест, я уехал в район, в Пронский район, отработал там некоторое время, чуть больше года, где, соответственно, уже после чего получилось вернуться в Рязань на более высшедающую должность. А вы помните свое первое дело, свой первый выезд? Первый выезд, наверное, как случайно не будет, это было ДТП, дорожное транспортное происшествие, наезд на велосипедиста, как бы, как помню, на Пронский район, ослаблено на Мичуринской ГРЭС, возле ГРЭС, там получилось дорожное транспортное происшествие, но, слава богу, оно было без летального исхода, минимальное, слава богу, телесное повреждение, но, как бы, первое, как несерьезное, было дорожное транспортное происшествие. Но расследование уголовного дела было связано, как бы, у меня первое уголовное дело, естественно, оно запоминается, безусловно. Там была девушка, которая изготовила, незаконно изготовила наркотическое средство, в дальнейшем его хранила при себе, и, как бы, вот это вот у меня было первое уголовное дело. По иронии судьбы, и это уголовное дело меня научило в первой пунктуации, которую я заметил, есть имя Наталья и есть Наталья. В дальнейшем это стало очень специфичным моментом, по жизни уже пригодилось, потому что также есть королева, а есть королева. То есть на юридическом языке это разные имена и влияет очень большое значение к этим нюансам, надо обращать внимание. Такая сложная работа, дома ждет семья. Как научились за такое время, и может быть дадите какой-то совет нашим телезрителям, как не нести весь стресс работы в семью? Это, наверное, самое тяжелое, что может быть. Наверное, я всегда тоже своим подчиненным и друзьям говорю, что если дома все хорошо, то и на работе должно быть все хорошо. То есть должно, наоборот, идти из дома куда-то, а не наоборот, откуда-то домой. То есть, в принципе, в этом плане семья помогает, семья водухотворяет, дает какие-то положительные эмоции и дает, наверное, заряд на то, чтобы приходить на работу и исполнять ее с чувством выполненного долга, после чего приходить возвращаться к семье. Никита Борисович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!